добрый день уважаемые участники олимпиады по астрономии я представляю вам решение задание олимпиада за девятый класс первая задача и каких условиях азимут звезды не изменяется от ее восхода до кульминации азимут звезды не изменяется от восхода до кульминации при одновременном выполнении двух условий наблюдатель должен находиться на земном экваторе и звезда должна находиться на небесном экваторе а указание каждого из этих утверждений вам выставлялось по 4 балла задача номер два нужно было вычислить среднюю орбитальную скорость астероида россии считаю его орбиту круговой с радиусом 2,55 астрономических единиц из третьего закона кеплера можно определить период обращения астероида он составляет четыре целых семь сотых года а затем по формуле для равномерного движения по окружности посчитать среднюю орбитальную скорость и получится восемнадцать целых шестьдесят восемьсот километра в секунду за выполнение каждого из пунктов они вам выставлялось по четыре балла задача номер три было необходимо определить географическую широту мест наблюдения в котором звезда вега со склонением 32 ну проходит через точку зенита для решения задачи можно сделать схематический рисунок на котором отметить положение верхней кульминации звезды беги зените далее с учетом того что высота северного полюса мира равна географической широте мы понимаем что величина дуги уб также равна географической широте места наблюдения с другой стороны величина дуги уб склонение звезды поэтому если звезда проходит верхней кульминации через зенит значит ее склонение равно географической широте 38 градусов 47 минут а выполнение каждого из и не вам выставлялась по четыре балла ту же самую задачу можно было решить с использованием форму для высоты светила верхней кульминации тогда оценивание задачи происходило так как указано в этом замечаем задача номер четыре определить в угловых единицах географическую долготу места наблюдения в котором в местный полдень путешественник отметил 14 часов 12 минут по гринвичскому времени во-первых нужно использовать тот факт что разность любых местных времен равна разности географических вот тех пунктов на которых времена определены дальше мы отмечаем что местному полудню соответствует время 12 часов а гринвичскому меридиану долгота 0 градус тогда долготу места можно определить вот по этой формуле и она составляет минус 2 часа 13 минут или 2 часа 13 минут западной долготы для того чтобы перевести долготу из единиц времени угловые единицы нужно решить пропорцию который времени 20 часа полный оборот в 360 градусов по искомому времени соответствует наша долгота и тогда получается 33 15 минут западной долготы количество баллов выставляемые за каждый из пунктов решения указана таблица задача номер пять в санкт-петербурге на широте 59 градусов 57 минут в полдень солнце наблюдалось на высоте 53 градусов 30 минут нужно определить склонение солнца и дату наблюдения для определения склонения солнца можно сделать такой пояснительный рисунок проекцию небесной сферы на плоскость из этого рисунка становится ясно что высота в верхней кульминации вот эта точка это 90 минус фи плюс склонение 90 минус фи это величина дуги у с и плюс склонение к у с дальше можно вычислить склонение солнца применив полученных пункте 2 формулу получится 20 27 минут 23 градуса 27 минут это максимально возможное склонение солнца который наблюдается в день летнего солнцестояния 1 летнего солнцестояния приходится на 20 или 21 июня поэтому ответом к задаче должно быть 20 или 21 июня количество баллов выставляемые за каждый из пунктов решения указано в таблице в качестве замечания укажем что как правильный можно засчитать 20 до 23 июня того что это справочная информация по большей степени задача номер шесть вычислить горизонтальный параллакс нептуна в противостоянии если он находится от солнца на расстоянии 30 астрономических единиц горизонтальный параллакс солнца равен 8 целых 8 десятых ролевых секунд горизонтальный параллакс светил обратно пропорциональной расстояние до есть с差 1000 соответственно горизонтальный параллакс солнце оправдан пропорционально расстоянием и она составляет 1 астрономическая единица горизонтальный параллакс нептуна пропорционален расстоянию до Нептуна в противостоянии. Расстояние от Земли до Нептуна в противостоянии – это разница между расстоянием до Нептуна от Солнца и расстоянием от Земли до Солнца. Расстояние от Нептуна до Солнца – это 30 астрономических единиц. И тогда, объединив формулы из пунктов 2, 3 и 4, мы получим, что отношение параллаксов равно отношению расстояния, откуда можно выразить параллакс Нептуна, подставить значение величин и посчитать. Получится 3 десятых угловых секунды. Количество баллов, выставляемое за каждый из пунктов решения, указано в таблице. Таким образом, за каждую задачу мы максимально могли получить 8 баллов, а так как задача 6, то максимальный балл за всю Олимпиаду составляет 48. Благодарю вас за внимание.